момент истинный волшебник да ну что ж она жива даже не может током быть может даже газель но сюда никто не знает что она может на что она способна так и чё у нас тут так у нас ну у нас тут ничего плохого ничего плохого до сухенько просто топлива мало 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 монома надо подкачать да надо подкачать подкачать а давайте мы знаете что делал волшебник дайте мне пожалуйста волшебную свечку вообще здесь вот еще и такой контакт и новость должна быть такая штука а ее нет и поэтому контакт ну так провод и господи куда делся кстати говоря давайте проверим наличие отсутствия искры вот мне знаете что а и да и кстати да и фиговины здесь тоже нет у вас поэтому контакта со свечой не может не быть но я сейчас я вот так вот залупил что называется шашан здесь везде такие вот да да но пофиг но это это не проблема 8 свечей ну чё крутим так да где-то давай покрути дается тут свечи ты еще короткими хренги купим или может не те давай или искра есть мега мерзопакостная короче мега уродская но есть да я предлагаю скупить свечей и бензу свечей бензу но этот смотри какой вещь желтый атак мы туда брызнем чистенького хорошенького нас парка он моя на правом баба дальше она сожрет то что горит ну что приключение продолжать мы только при коробках включается в автомагазин да и кстати говоря здесь по ходу у нас нету еще тормозу кида нет тормозу киеве тормозу киеве сцепление ну да надо и у нас в расширительном африка африка да сафари что было залито вода вода ну вода там видно что водопроводный выбор сейчас она даже если там была вода на все расставило хорошо что у нас это но здесь мы смотри мы можем чуть делать когда поедем если поедем сможем человек ну это да это там роли я у тебя из собой чулки ну чулки мы найдем быстрее чем крышку значит нам нужно что у нас нам нужен тормозная жидкость тормозная жижа свечи свечи и и и бензу это не стоит а у тебя ездим артистки указали обязательно должна быть канистра и будем пробовать заводить беда а меж тем друзья мои времени 20 минут 12 день 2 день 2 пробуем и пробуем там топливный насос новый топливный давайте пиарим ага новый топливный насос свечи в общем что и требовалось доказать ребят мы сейчас едем магазин закупаться свечами быстрым стартом чем-нибудь еще да 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 говном пола палками пылесосными шлангами и мы будем предохранителями кстати да и будем заводить газель газель будем звонить чтобы проехать на ней 800 километров до питера добраться до секретного гаража керосинович обещал сесть за руль так что все хорошо так это же прям это гипермаркет сэш можно с тележкой представить приходить куда этим все здесь даже аккумулятор есть все возьмем нам а вон авто товары я начинаю вообще расстраиваться по поводу все происходящее почему гелик огонь он нифига себе смотри нас нас узнали в этом замечательном магазине может быть скидос делают какой-то или нет может быть нам нужен быстрый старт свечи 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 у тебя кстати вот вот она да отлично может быть нам здесь помогут да немножко нам очень хочется быстрого старта будем на ней ехать 8 почему 8 4 4 из этого всем в 8 в 8 лет не тем не тем менее предохранители и тормозуху нищебродная ну что где-то здесь мнение нам нужны старые старые советские отечественные наверное где-то в электрике так я короче тормозуху поищу так нам газели нужна какая-нибудь нищебродная тормозуха тормозуха нищебродная где-то и нужно взять короче короче все взяли но есть проблема свечей на газель нету надо ехать из этого гипермаркета в специализированный магазин газелевских запчастей потому что на 402 мотор вот такие вот они коротенькие а провода у нас без вот этих вот пуптиков которые наворачиваются и к сожалению у нас их нет поэтому едем искать свечи дальше в балашиху ну вы что ваши ваши мироощущения как вы поступили в татарстане опять на 5 начинает мазаться попробовать завести с этим все-таки то есть ты хочешь сказать что мы сначала все-таки подкинемся и попробуем завестись ну да попробуй проехать доехать ну ладно вариант я принципе согласен принципе согласен потому что если мы сейчас не вонем это может быть она и раскачигарится ну в крайнем случае ладно если что короче если стартанет мы свечи и у магаза поменяем можно поменять что и магазин тему лезть до бухова или вот до этого не так далеко до но я хочу сказать коем случае гелик и на старых свечах нормально работает там 8 новых 4 старых но у нас нет такого такого такой широты у нас всего четыре свечи до поэтому мы сейчас не будем экономить на скрепка идем еще на авито и башу вдруг есть еще газели но ты так подстраховаться но на всякий случай что денежки берем и в бой бой ты какой-то уставший как думаешь а я поеду мне все равно есть надо заехать в аптеку и купить беруши ехали мимо нашли еще один магаз он заехали тут чудом оказались свечи волшебные мужика но смотрите все не так плохо по состоянию на сейчас у нас есть весь комплект оборудования чтобы завести бензин быстрый старт аккумулятор свечи и огромное нечеловеческое желание это сделать самое важное самое важное да керосиночка слова сказать даже с нами не пошел в машине сидит играть собак шалун у нас просто вот это очаровательный бюст к сожалению астрал на заднее сиденье бывает это же этнографическое путешествие секретной сельхоз операции едем дальше ну в общем да купили мы тут набор юного газелиста тормозную жидкость быстрый старт предохранители тесла ни много ни мало волшебник занялся свечами значит и канистра бензина за нами наблюдают вообще интересно братиша кто из них главный ну правда интересно кто-то из них обязательно должен быть главным то есть если вырубить главного остальные но мы живу мне красота вот это черный думаешь не знаю это не суть как вам в деревне как в деревне ну ладно здесь один нюанс мы когда с волшебником покупали свечи у меня есть подозревахи что я одну свечку вообще это говно заведется должна если заведется заведется и на трех свечах я короче в тачке посмотрю посмотри пожалуйста беда сейчас мы это дело вообще вообще чпокнулась держалась да я тебе могу сказать что вот эти колпачки которые скручены непонятно почему я вообще не понимаю зачем их скрутили потому что так а подожди свечи такие же низенькие свечи да но фирменные взяли нжк ну нафига он пошел свечку искать а мы взяли 4 одну нам достали для образца и куда-то новую потеряли ваша куда-то и за осмотрит здесь вот такая нет ничего на самом деле ничего почистить можно но блять на гелики хуже были ну вот видишь вот это почему-то непонятно почему открутили вообще не откручивать сам что у нас проводок специально проводим нас что там а в проводе там как раз таки видишь а там большая может из-за этого не хватало нормальные нормальные искры инжекашки не инжекашки они такие ходит неплохо в принципе нет но это не реклама нет 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 мы ни в коем случае не рекламировали а масло кстати вы проверяли ну как чистенькая но черная черная да 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 ну как твои штаны такой ну что даже тогда план б потому что я помню я забрал старую а ты вроде хватанул новую сейчас посмотрю на откручивай все еще и угол да да так где у нас проводочек вот он все две передние две передние две первые первые поменял да сую защелкнулись участка зашел четенько да да потому что она тоже трава капец короче приехали в какую-то задницу в подмосковье 800 километров заводим газель вот это вот газель и не знаю как эти ребята но по крайней мере я точно не спал уже хрен знает сколько приехал со пскова даже домой на самом деле зайти не успел поехали во дворе меня поймали поехали короче в москву значит заберем газель вот еще хрен знает как на ней ехать сколько часов мы на ней будем ехать то есть если она сейчас заведется и поедет на я жопой чувство что что-то приключится еще в дороге потому что вот это я не знаю это это пикет нет если она доедет если она доедет это будет на самом деле неожиданно наверно даже круто вот посмотрим ну чё нашли свечку нет ни одни не просрались беда может у тебя братьев но у меня-то откуда посмотри в пакете может мне в пакете я посмотрел ниже тоже дождик начинается в магазине может оставили продавец дождался нет нет у меня нету вина вы же щеки у нас все льется льется да льется вот это нормально нормально да нормально это здесь чуть-чуть сливается ничего страшного продолжать но конечно братишки пальчиком кого так я приподниму чуть-то не таков там хрустнул про другом месте это уже не помню одно другого топлива в ней не было но и лично было какого-нибудь обладателя бомбе я думаю вот тут уже продали бы за нас не кстати да зависит такой контакт да педальник может быть ирюху может лучше его возьмем давай доедем но как раз для тони ты просил тебя не троллить на одну тему ладно больше не буду я я не брал с собой шлем я не поеду на тракторе я кстати знаю одну республику где очень хорошие сельское хозяйство это татарстан что ли нет я все я обещал его не троллить по этому поводу ладно поэтому ладно кстати говоря подрессорников нету блин подушек но для подрессорников подушек а ты хочешь загрузить чем нибудь предстоит но мы заедем наверно по пути еще какую пару волк закинем туда но внук кстати говоря если что он подхалпурить заодно ну да да можно подвести кстати кстати есть идея если можно на красную площадь заехать легко ланицы и лечу я кстати даже флаг специально взял флаг взял да он под капотом лежит за здравый смысл обязательно чем мы под флагом за здравый смысл это конечно смешно звучит чумовые ребят да дебилы сейчас подожди перед вторым стартом я просто обязанно делал давай попробуем в вашем бензонасос подчеркнулся таран 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 волшебник тебе куртки подойдет кстати да за нашу советскую руку поедем под этими знаменами ну чё друзья вы готовы ну давай пробуем сейчас секунду с богом волшебник запускай джентльменс старт старт геоинжентль что-то отстало о-о-о-о нормально подожди подожди Илюх давай ну она давно стоит еще раз там подсос там что там есть нету сейчас только только топливо фильтр накачался приборы что-нибудь показывают вообще не работает вообще ничего не работает вот так вот как эта программа ликвидатор программа ликвидатор отдыхает за великозель которая стояла почти два года у нее ничего не работает кроме двигателя сейчас получается ну нам по сути ничего не надо нам только всего лишь 800 верст проехать а чё из тех же стекло ничего нет я поднял я подгазал я перестал брызгать а чё у нас приборы вообще найм надо строить ты электрик ты разбирайся с этим да там бред охранителей да я понял мы же купили надо а мне она реагирует на педаль газа это хорошо эх ничего себе бонус да вот она снять кстати говоря что самое интересное карбюратор очень много карбюратор работает нормально что попробуй передачу сцепление надо подвести тормозу потому что нету да а как ёпта это а вот надо надо излопиться ты механик ты и подливай не не ну чё ты не сливаешься ну чё ты трудности нашёл сразу сливаешься давай 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 я могу сказать что нужно ставить предохранители потому что они поворотники не стильные это мы сейчас делаем понятно что мы в сопровождении поедем все хорошо но спец сопровождение у нас голливудская звезда сейчас занят налитием тормозухи главное мне нравится четко сейчас почувствуешь педалька чуть-чуть раз и она реагирует двигатель я понял слушай давай поэтапно сейчас короче сейчас сцепление потом да потом все зажгем все лампочки провода по-моему беда какая-то нет да нет обычная хозяйка ну ладно страш ну шаг а мы её завели шаг б попробовать на ней отсюда уехать ну сейчас надо конечно ещё много починить там фонари сцепление возможно придётся прокачать главное в магазин ещё раз чтобы не ехать он не такой срач в багажнике это чтобы ну не в багажнике в кузове короче а и номера мур ха-ха-ха-ха ситуация патовая мы берём этот автомобиль мы их покупаем и сейчас керосины с волшебником и бывшим хозяином всё это безобразие выгружают забор надо кое-что показать и рассказать короче с чем мы поедем в пространстве В салоне, который вот здесь вот. Вот же. Короче, какие-то хмуты, говно, палки, пылесосные шланги, карбюратор, магнитола, банка, там, ключ на 10 и прочее говно. Вот. Ну а тут, кстати, паутинка. Такая очень милая, кстати. Паучок, на счастье, говорят, нельзя выгонять. Значит, что у нас по ситуации? С машиной не так. Так, у нас адским образом течет сцепление. То есть, как бы, пока мы тут, блядь, ковырялись, практически все вытекло. Значит, отсутствуют подножки, одна вторая. Значит, через пень колода работают световые приборы. Поворотники не работают, в Аспше абсолютно. Значит, автомобиль закипает. Закипает, причем он адским образом. Здесь давит сквозь шланги. А, но вроде, вроде работает. Значит, из глобального нам не накачать колеса. Здесь, в наших условиях, передние мы накачали, задние еле-еле. Вот это колесо нам не накачать никаким образом, потому что оно было бескамерное, и оно травит по ободу. Поэтому мы сейчас на этом колесе поедем до Шинки. И там будем что-то предпринимать во всех этих рамках с тормозами. Я не беру сказать чего, потому что, ну, сами видите, в каком состоянии диски. И вот на этом автомобиле нам предстоит проехать 800 километров. Это катастрофа. Предохранители все ставили, которые могли. Значит, половина заработала, половина нет. И, кстати, еще мерзкая погода. Через лобач не видно нифига. И дворники не работают, потому что здесь все сломано. Здесь непосредственно отломан сам. Сам поводок дворника. Короче, такая вот тема. По-моему, мы придурки. Но мы отправляемся в путешествие на этом автомобиле в 800 километров. Из города Электросталь в город-герой Ленинград. На Газели. Это пипец. Быстро, не гонично, скажи. Все, счастливо. Мы сейчас это еще. Все, спасибо, Ниман. Мы сейчас машинку еще. Нам ехать долго, мне кажется. Все, Нимас. Пожелаю нам удачи. Не смотри нас на ютубе. Обязательно ставь лайки, потому что мы на этом твоем камне поедем сейчас 800 километров в Питер. Вместе с Афарошеми. Все, Илюх, давай, мы за тобой. Давай, давай. Окей. Ну что, нам совсем беда? Здесь тоже грустно. Да, зато у нас есть главное, смотрю, у нас здесь каска. Блин, что-то отсюда отпало. Дальнобойщики, путь к победе. Быстро не гони, а то это самое колесо-то у нас. Быстро не гони? Это смешно. Это смешно. Мне нравится. У тебя есть, что сказать людям? Только одна фраза. Это пиздец. Ну что пиздец? Что ты моросишь? Сейчас мы за волшебником поедем. Виталя, Дальнобой, привет. Мы отправляемся из Москвы в Питер. В секретный гараж. Мы отправляемся в секретный гараж. В секретный гараж Купчино. И с нашими приключениями сейчас 3 часа дня. Если наша средняя скорость составит 80 километров, нам до Питера 800, то есть 8 часов в ходу. Но сначала нам нужно до шинки добраться и поменять колеса. Да. У нас, кстати, в кузове какие-то валяются, там дырявые, еще что-то. Да-да, вообще просто капец. Не, братиш, я думаю, может мы подхалтурим, какой-нибудь грузик возьмем по дороге. Надо реально, надо с Виталиком связаться, может она нам подкинет какую-нибудь логистическую контору. Я там по пути Волгу увидел, может заберем. По дешману, по дешману, что-нибудь захватим. Кузов кидаем, блин, она жесткая. У нас печка работает, это огонь вообще глупый. Печка работает, у нас тут, понимаешь, улица. Все нормально, у нас, смотри, у нас, ой. Верни коробку назад. Все, короче, выезжаем. Выезжаем из Москвы, точнее, из... Ну да, мы даже с садового участка мы выезжаем, братиш, понимаешь? Они из Москвы. Ну что-то я бы надеялся уже. Ну я тебе хочу сказать, что-то стучит. Что, колесо стучит? На машинке, короче, все, стучит колесом. Шарашки, я так. Все, огонь. Я позвал, послышал, там проблемы. Не, не, все ништяк, все ништяк. Я даже, кстати, сейчас я первую часть снимаю, могу тебе показать, что там происходит. Там ничего страшного. Там абсолютно ничего страшного, бабни. Да? Подержи руль, блядь, сись, подавай. Порули немножко. Порули вам. Все, огонь. Да? Да, все, огонь. И я... Че, нормально все. Я хочу сказать, смотри, у нас показания приборов. У нас отличная зарядка, у нас отличные температуры двигателя. У нас отличное давление масла, но дело в том, у нас не работает уровень топлива. Вот, поэтому как бы едем на обум. Мы сейчас заедем, заправим. Мне кажется, сейчас необходимо сделать еще какое-что. Это пипец. Кстати, мы, кстати, не боимся проблем по электрике, когда у нас с собой мультиметр. Да. И кашка. И нет зеркала. Огонь. А еще у нас... Хочешь поджать? Че? Я сейчас еду тапка в пол. Третья передача тапка в пол. Капец. Вообще беден. Короче, я думаю, что сейчас займет некоторое время отраться на машинке. Слышишь? Надо, короче, где-то в кузове, в говне, бороться. Нам нужна веревка, если пойдет дождь, чтобы мы могли дергать еще сколько. Как презервативы едут? Нет. А зачем? Мы же с тобой едем. А мы же не предохраняемся, братишка, когда мы вместе. Ну ладно. Это была шутка. Беда. Да. В общем, едем в машину. Я бы сказал, ползем. Я не еду тапку в пол. Беда. Хьюсон, кажется, у нас, судя по звукам, какие-то проблемы. И мы скачем. Черные глаза. Блядь. Я тебе говорю, у нас проблемы. Черные глаза. Я даже могу тебе показать, братишка, где у нас проблема. Дело в том, что у нас колесо вообще капец просто. И это будет странно, но порули, пожалуйста, все равно. Рули, рули. Тут осторожно. Тут машины ездят. Машины. Машины ездят. О, у нас тут водичка. У нас все водички. А так, все в целом позитивно. Короче, братишки. Оно, короче, настолько сгорело. И, короче, оно разобралось. И, в общем, сейчас какой-то просто адский ад. Но это не страшно, потому что красный свет. И мы немножечко для света спасемся. До монтажа где-то, шиномонтажа где-то километра. А Генгельф уехал. Генгельф он там стоит, ждет нас. И мы от места назначения до Питера проехали километр. Короче, это пипец, как колбасит-то вообще. А нам еще... Подожди, стой. Мы проехали сколько сейчас? Ну, наверное, километр, да? Ну, да. Мы проехали, наверное, с километра, а нам еще 800... Блин, колбасит нереально. Просто 800 километров. Все, конечно, бодрое проехало. Знаешь, все бодры, мне кажется, елут по стране с нами. Все нас обгоняют. Вот. Это еще 800 километров ехать. Есть еще один нюанс, братиш, очень нехороший. Вернее, два. Первое, пошел дождь. И второе, мы так и не привязали. Веревочку. И асфальт сняли, и мы, короче, не по ровному асфальту едем, по аду какому-то. Это капец. Просто. Да. Ну, пофиг. Мы едем. Что? Братюнь, ты куда полез-то? А? А можно мою сторону тоже? Нет, мне не дотянуться. Ну, капец, надо веревку приезжать. Ну, по крайней мере, я все вижу. Да, красавчик. Да. Мне уже не... Вот так. Да. И дело в том, что в шиномонтаже бэушных колес нет. Москва. Я вам хочу сказать следующее. Да, да, да. Вот у нас вот здесь вот, вот тут вот валяется парочка колес. Вот. Мы сейчас попробуем из них что-то подобрать. И если ничего не получится, поедем предпринимать какие-то шаги. Особенно мне понравилось, как Антонио протирал лобовое стекло от дождя. Да, да, да. А почему у тебя дверь открылась? Да, не красавчик. У меня мы смотрели, что с колесом. А, из-за этого, да? Да, да, да. Была интересная, да, митя? Здравствуйте. Москва. Люблю Москву. Короче, ждем. Сейчас будем что-нибудь предпринимать, какие-нибудь шаги, действия. А, время уже идет. Да, да, да. Мы еще даже не выехали домой. Беда. Кстати, свет горел, я так смотрю. Горел свет? Фары горели? Ну и хорошо. И хорошо. Главное, фары. Надо еще сделать один участитель тогда. Может, может, может. Не знаю. Короче, все. Да, ее мы даже на камере не соберем. Ну, собрать мы ее соберем, но это будет... Нам надо 800 километров на Неброе. Неброе. Ван, до куда едете? До Питера. Ван Б. Надо... Есть еще какая-нибудь песня? Ну, вот смотри, тут, короче, есть... А, нет, все, пиздец, нет. 800 километров на этом колесе. Но если его на заплатку поставить, на покрышку заварить ее... Мы покороя не поставим, да? Париж. Нет, поставить не поставим. Нам нужно реально на нем доехать до Питера, и потом эта газель превратится в хот-род, короче. У нас там стоит машина. Мы эту газель купили, короче, чтобы собрать хот-род. Не спрашивай. Что это такое, да? Нет, не спрашивай, почему вы такие идиоты, и почему мы не купили ее поближе к Питеру. Не спрашивай. Нам просто реально как бы очень нужна... Ну, давайте попробуем всякие... Попробуем, не обещаю ничего. Братиш, отойдите, Парни, отойдите, сейчас будет беда. Давай, кидай. Мне его все равно сейчас мыть будет. Может, его водой налить, и мы на акваколесе пойдем, да? С камерой водой залить, и поехать. Ёпта. Да. Керосин. Тебе идет. Что, не надо ничего, груз никакого. Пускай он там по шинкам еще полазит. Может, найдет. Слушай, ему уже не первая шинка. Ну, я понимаю, там просто еще... Не доезжая до сюда, две шинки есть. Еще туда ехать, еще шинок пять. Ну, давайте подвони волшебнику. Ну, реально, вообще беда. Ну, вдруг там найдется... А она там, если буш, на рублей 500... Ну, да и тысячи будет стоить. Да, надо стараться. О, кстати, волшебник. Может, целый найдет. Космос. Я чувствую... Я не знаю, мы не доедем. Я об этом говорил. Нас даже гайки не отворачиваются от колеса. Тут есть, знаешь, что? Эвакуатор. Номер телефона. Не, брат, уж мы так не сдадимся. Прямо над тобой. Волшебнику звоним. Ну, давай, звоним. Волшебники. Ара Газельный вас беспокоит. Нельзя починить колесо наше Манама. Тут, короче, шинчик говорит, еще дальше есть шинки. Посмотри бушные колеса. Он говорит, что здесь вот, короче, эти колеса где-то 500 рублей стоят примерно бушные. С нашим колесом ничего... Ну, он говорит, что вот дальше по этой улице еще шинки две. А где мы были. Вот. И если недорого, может в магазе купить колесо одно. Давай, я тебе сейчас радиус... Давай, 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 Илюк. Давай, хорошо ждем. Давай, давай. Короче, волшебник купил большой вороток, большую башку силовую. Вот. Сейчас еще прокатится машинка, мы приедем сюда. Кстати, знаешь, что? Мы же до этого спрашивали у тех ребят. Времени четыре. Давай у этого спросим. Может, он задние колеса сможет сделать? Ну, так мы с заднего колеса покрышку снимем. Мы же у него не спрашивали. Огонь, да, кстати, давай. Я реально уже тупить начинаю. Керосиничный мозг. Старик, слушай, а может быть мы с заднего колеса что-нибудь снимем? Да. Давай, давай со внутреннего колеса снимем. Да. Что-нибудь снимем, да. И поставим вот это вот туда. Вот это туда? Да. А то на вперед. Огонь. Да, все. А то у нас вот в той шинке... У нас в той шинке через дорогу, короче, послали с этой идеей. Да, они сказали, что задние колеса они не умеют делать. Да, да, я им укажу, пожалуйста. А сейчас мы... Задние колеса сказали. Чего бы ты не умеешь? Заднюю, что переднюю разницу. Балонник уже показать. Сейчас привезет. Сейчас привезет, да. Балонник уже купили. Скорее, как мы поставили. Короче, Гошаныч и Тони не сдаются. Да. Ждем волшебника. Там, кстати, вот на той, на внутрянке. На внутрянке. А оно пустое. Там даже соска нет. Да, мы там смотрели, там соска нет. Да, да, да. На внутрянке там соска нет. То есть, как бы, мы формально вот на этом приехали. Мы формально это оставляем. И делаем вот так. И забираем вот это колесо. Только вот это, я не пойму. Это что с дубной пиздец? Его накачать надо просто. Короче, мы эту Газель только что купили. Она стояла год. А, просто. Да, да. Сегодня вопрос. Вон то снимем. Да, а это накачать. Если она тупо год стояла, блядь. Ну, это снять. Будет что, проблема. Будем греть. Мы не приедем к вечеру. В Питер. Ну, завтра приедем к вечеру. Все, мы здесь постали с ними. Въебем, ты зайдем? Или сначала ты зайдем? Да, попробуем. Давай, попробуем сначала. Потому что они сейчас пойдут. А где вот маленькая труба? Давай. Давай, раз. Раз. Два. Так, все. Здесь тебя отошли, наверное. Ну, задний, нифиг его знает. Здесь такие так же, как передний. Раз, два, три. Огонь. Давай. Раз, два, три. Есть. Раз, два, три. Все, здесь надо поматывать. Волшебник, вы выполняете супер-мега важную функцию. Ага. Вы держите тормоза. Красавчик. Но переднее колесо, это, конечно, было жестко. Здесь очень тяжело найти бэушные колеса. Бэушные колеса, да. Мы сломали два воротка. Можешь расслабиться. Да, все. Можешь отпустить вашу лапку. От вас. Нигде нет. Пять шинок объехал. Пять шинок. Ладно, главное, что все хорошо. У нас куча камер взорвалась. Ну да, у нас взорвалось колесо, взорвалась камера. Но никто не пострадал. Уже хорошо. Выехать должны были три часа назад в Питер. Да. У тебя белое что-то. А? Это кокаин. То есть, в принципе, еще не вечер. Главное, чтобы еще свет горел. На крайняк сапсан еще флорил. Да. Да? Да нет, я и так доеду. Спасибо. Ты сам говорил, ты поедешь за рулем газели. Все по очереди как раз. Все по очереди. А, кстати, керосинович сливается, он говорит, он ночью не поедет. Ну как ты? И ушел, 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 выбрал удачный момент. А почему не поедешь? Ну, он говорит, я ночью плохо вижу, я не поеду. Я тоже плохо вижу. В таком положении. Ну, отлично. Очень хорошо, да? Отлично. Да поедешь? А тебе больше? Да я думал, что да. Опять дождик. Ну, вроде процесс пошел. Волшебник, сколько газели жрет? Ты самый опытный газелист из нас. Ты же, она может и двадцатки жрать, на самом деле. До двадцатого газелист. Вот, в тринадцатом. В тринадцатом, да. Да. Вот наша газель. Ну, литр в пятнадцатом насчет. Ну, короче, до Питера отсюда. У вас семьсот получается. Семьсот восемьдесят. Семьсот восемьдесят. Семьсот восемьдесят. Ну, восемьсот, да. Для секретного гаража надо дать. Опять же. То есть нам надо заправиться. Конечно. Сколько? Полтора раза получается. Но здесь канистра. Короче, мы сейчас вливаем бак под пробочку. Вливаем канистру, где-то уже в Новгороде. Бак там литров шестьдесят, канистра два. Сколько, кстати, бак? Бак, а сколько? Шестьдесят, наверное. Шестьдесят? Шестьдесят плюс двадцатка канистра. Восемьдесят литров. Если по пяташке, ну, где-то, ну, на пятьсот километров. На четыреста километров нам хватит. Ну, короче. Не, ну, на четыреста, да. На четыреста, да. На больше сотни, не разгоняйтесь. Мы сейчас на этом колесе, нам было больше сорока. Не разгоняйтесь, она не ехала. Это именно на диске. В Новгороде заправимся. В Новгороде заправимся, да. И я реально... К колесе заедем, да? На свадьбу. Алиса, привет. Да, Алиса, привет. Поздравления наши. Иными словами, у нас не работает показометр уровня топлива. Ничего не работает. Ничего не работает. Поэтому мы будем заливать конечеры. Ну, мы, кстати, здесь пока мозги жевали, мы щетку переставили и закрутили. Поэтому у нас теперь хоть один стеклоочиститель есть. Поворотники по-прежнему не работают. Да и бог-то с ним, нам по прямой ехать на Питер. Поэтому приборы не работают. Сопровождение топлива, наверное. Когда будем обсыхать, канистру даем. Да. Ну, вот. Короче, такая тема. Не знаю, надеюсь, доедем, ребят. Потому что уже как... Скоро выйдем. Сколько времени? Четыре часа назад должны были выехать. Четыре часа назад, Волшебник, должны были выехать. Четыре часа назад волшебник должны были выехать. У меня все четко по таймингу. Время-то уже сколько. Сейчас 26-го. У нас... Непредсказуемая ситуация. У нас были ужасающие прогнозы. Ужасающие прогнозы были, что мы выйдем в 6. Так и будет. Я хочу сказать, что вообще, на самом деле, я нашел газель в Володикавказе. И мы должны были ехать туда. Слушай, или вон, ну, 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 да. Мы недалеко от Шереметьево. Слушай, на край мы можем... Подождите, Сапсана же еще ходит. На край мы можем вызвать такси до Ленинградского вокзала. И, в принципе, мы через пару часов, через четыре, будем в Питере. Или все-таки мы прямо сейчас на этой газели в Володикавказ? Почему бы и нет, кстати говоря. А обратно на другую. На другой газели, да? Меняем ключ в ключ. Как делает... Как румын делает. Как румын, да. Как делает этот румын. Меняем ключ в ключ. То есть раньше мы гелики делали, а теперь мы будем газели. Газели подешманом, да. Смешно. Я хотел сказать, пока мы не разобрали данную газель. Грузоперевозки в Санкт-Петербурге. По низким ценам. Обращайтесь. Секретный гараж Купчина. Секретный гараж Купчина. Хелкарскарск. Да. 931. Дальше мы скажем. Да, да, да. Приедет сам Вильямин Торни Соляра. Подожди. Не, опытный, опытный газелист. Сам волшебный. Ну, если что, ты же можешь перевести ножки для стульев на гелике. Ножки для стульев? Да. Для гелика? На гелике. На гелике. Блин, дождик вообще. Ребята. Ну, что ж. На самом деле, несмотря ни на что, история-то преимущественно позитивная, я хочу сказать. Ну, да. На это и расчет. На это и расчет, да. Жалко разбирать ее. Погода за вчера... Столько в нее сейчас души вкладывается. Да. Столько тормозухи вливается. Столько воды. Столько масла. А, и, кстати, мы еще не взяли в расчет питстопы, которые нам предстоят для пополнения, так сказать, возобновляемых ресурсов и технических жидкостей, которые у нас истекают оттуда просто. Слушай, может мы бачок тормозухи шланг из салона проведем, будем один раз в полчаса подливать. Да, надеюсь, мы будем ехать, брат, и, короче, и все. Да, ну, мы в одном. Ну, радует одно колодки тормозные передние вообще. Огонь. Огонь. Да и вообще она так еще бодрая. И на капот не надо смотреть, мы веревочкой подвяжем уже все. Мы нашли, короче, там среди мусора опарышей веревку, и сейчас ей подвяжем капот. Ну, колесо. О, колесо. Готово. У-ху. Вот и сейчас пойдет мазута. Мазута пошла уже с утра. Как только мы приехали эту газель забирать. Да, вот идитивно. Ах. Ну, что? Адский ад. Адский ад. До полного. А так, анистру доставать. Сейчас достанем. Надо еще привязать веревочку. Не натянуть тросик, а привязать веревочку. А, надо же, кстати, здесь же, мы же в области, нужно женщине сказать, что ли. До полного, да, по идее? Ну, да, наверное. Погода вообще адская. Погода вообще, да, трет. Погода вообще. Давай подождите. В это время суток я предпочитаю на бантик. Потому что развязывать, но все равно часто придется. Ну, да. Да, нет, пофиге не предпочитаю на бантик, на узелах, ничего не будет. То есть все. Подешмар. Какая колонка у нас? Четвертая. Скажи ей, пожалуйста. Четвертая, четвертая. Четвертая до полного. У нас канистра еще с тобой вставится? Она в этом самом. Ну, тут на самом деле, мы все как мы предполагали. Да, да, сейчас настанем. Ну, реально, миштяковы выбились из графика. Да, вообще бипец. В принципе, это можно было прогнозировать. Первое, это мы. Второе, это Годзин. Я у нас скалолаз. Чего? Пусим? Едет. Там у нас на нормальных колесах. Или здесь не поднящий пил? Силу Хайка. Слушай, ну, что тут проехали? Ташинки досюда. Сейчас поедем, посмотрим. Сейчас поедем прямо через Ногинск. Мы там чуть-чуть похоже зайдем заправиться еще. Давай. Так, быстро ешь, едь. Я еще волю в завтра. Не, я больше... Ты знаешь, я больше 160 не езжу никогда. Вот. Не едьте сейчас больше 100. Больше 100, хорошо. Надо, кстати, документы забрать. Какие? Какие документы? Они же здесь, в Газелле. Газелле здесь, а на насто нет. Я с керосином еду, у меня на него никаких документов. Что за груз? У меня все тут. Лапа, бывший хвост? Да. Да, и еще нам, наверное, в дорогу заедем кофеечку. Нет, возьмем, как раз на заправке заедем. На заправке, да, да. Я заправлю Вольво, там возьмем кофеечек. Окей. Это где-то будет уже ориентировано, что в клину. Как пофиг. Главное, чтобы к тому моменту мотор в клину, не клинок. Это было бы символично. Все будет хорошо. Он что, бездонный, что ли? Сколько там? 49 литров вошло. Тихо, 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 палимся, палимся. Братиш, надо валить. Женщине ничего не говори. Но при всем при этом, вот сейчас волшебник сохраняет просто олимпийское спокойствие. Мы на что-то делом истекаем. А что делать? А мы истекаем, потому что с одного места. Все нормально, все прекратилось. Она сама себя лечит. Газель бизнес. Приезжайте. Друзья, если вам нужна недорогая газель, просто по дешману, приезжайте в город Электросталь. Здесь газелями торгуют на каждом углу, ребят. На каждом углу. Там полная, да? Ну, какая газель, такой бизнес. Но, 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 но. Подожди. Ты что? Между прочим, эти автомобили очень многих пацанов реально кормят. Поэтому не надо к ним так относиться. Да? Да. Надо быть с уважением. Это понимаешь. Нам-то она-то не донес. Это нам-то, понимаешь? Брат, тебе все надо. Нет, я понимаю, что бы девушку заправляла. У дешмана. У дешмана. Для постройки хот-рода. А есть реально люди, которых эти автомобили кормят? Поэтому я бы с уважением к ним относиться. Да. Давай обратно туда, за брустер. Да сейчас, подожди. Проб, надо навернуть. А, да, конечно. Ну что, наши приключения продолжаются. Заправились. Валим. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!